поговорим о чем-то не знаю есть вопросы есть интересные темы нету а у вас давайте начнем сначала вы откуда россия старобешево пгт это какой регион область или шутку это республика донецкая народа донецкой понял сами оттуда до коренной что что ну коренной житель конечно понял я из харькова если что уже ты можешь мне подскажете тут все мы когда встречаю ваших соотечественников из вашей же вашего же региона кто проводил референдум четырестом году знаете не на народ весь народ нет понятно но даже какие-то фамилии там лица кто организатор в разных городах свои люди нос примеру глава избирательного центра кто где именно донецке или у нас или где у нас свой у нас свой избирательный пункт был ну кто вообще организатор этого всего кого зародилась идея что ты начал организовываться там людей ну конкретно у кого да я откуда знаю кого конкретно ну просто никто не знает ну тоже страна должна знать свои герои глубокого просто найдет 8 можем открыть такими выборы там украина такой-то год но с народ решились я понял но даже фамилии то есть документы кто оформлял это все откуда финансирование шло то же самое что кто собрал народное ополчение да люди сами и люди сами решили провести референдум то есть вот так вот сидели все собрались и да 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 не надо же как дожить прикольно и ось никому есть никому прикольно вас появишь позицию ну еще что-то какие-то вопросы а шо вы сделали с теми кто был против ничего не делали они просто не пришли голосовать наверно и все что же не все там же там же ничего не произошло там же не все сто процентов были за логичном бы были процент акции как зародилась как зародилась эта идея что типа будет танецкую народную луганскую народный как заранее статьи резко у всех ну вот так вот вначале нас пришли обстреливать потом вывели а чё просим банки от нас я белок него тоже интересно зачем пришли обстреливать просто насколько я знаю когда пришли обстреливать то что было вот так сейчас дает поймете чем я с одна сторона ну люди что они говорили что вырвало из контекста вот как бы так и что тут ну прокомментируйте что тут пока есть я здесь вижу что были в митинге с одной стороны но это уже после того как все произошло по российские про украинские обстреливать зачем если это просто митинги суши я не знаю зачем турчинов отправил доброватый не на вас правило это понятно потому что 10 зашел гиркин стреков и против них объявилась 13 а то это планет нет не нет не так было как было добра добра баты были в марте отправлены а гиркин стрелков в апреле 14 числа за счет обработать торнадо днепр один у вас какого числа день как там называется день на восток украины убивать украинцев тормадо было проблем ну а за что они сидели в одесском сида сизо ну скажите мне расскажите на востоке украины в донецкой конкретно и донецкой области конкретно где он вы можете зайдите судебное разбирательство по батальон торнадо и посмотрите где четырнадцатом году но эти месяца делал торнадо на востоке украины убивал украинцы именно был торнадо на восток украины был отправлен турчиновым были собраны батальону тот добровольческие отправлены убивать украинцев на восток украины и именно зайдите посмотрите так зайдите посмотрите зайдите и посмотрите именно тормата да ну то есть вас прошли у него не был этот предводитель руслана нищенко вот зайдите посмотрите у меня вода зайдите посмотрите куда они приходили очень интересный формат раздавать почему я спрашиваю куда он пришел просто вас не смущает что торнадо в октябре возник в октябре не марки 1 года день защитника украины когда вас там день день захватника а кто это был в марте месяце гиркин пришел главно в апреле отправили батальон на восток украины в марте интересно если а если уже объявили а то в марте а тоже в марте было объявлено нет а когда расскажет 13 нет в апреле уже гиркин был в марте отправили до до ну да зачем буду проверять ладно я здесь когда ролик буду монтировать будет вставочка и 13 вам вам кстати привет от волосы львов привет передают да понятно так из турчинов что сказал что из-за того что пусть по 13 скажет про март а марта что мы ну марте как он отправлял до обрабатывать на расскажите вы не знаете будете все равно ролик вставлять поищите найдете все работе монтировать ролик ну не хочу вас оба образовывать вы я думаю сами найдете все и посмотрите на сайте мы закрыли тему ну думаю да понял хорошо то есть сейчас подразумерим то что мы с вами говорим первый момент это то что вы не знаете кто то что отправили на восток украины в марте гиркин пришел по очереди 14 апреля и по очереди резюмируем наш диалог перед тем как продолжить первое вы не знаете кто организовывал я вам верен дом и это ученов организовал убийство людей 16 второе вы не знаете по поводу того что торнадо пришло кота когда появилась в октябре и 3 3 вы не знаете когда турчинов объявил а то и 4 есть какой-то ролик где турчинов отправляет боевиков но вы тоже не знаете об этом всем понял услышал нормально он выключил мне звук о чем еще потом следует после этого когда вот он своим говорит 16 марта провели в танки на восток убивать украинцев а вы об этих танках иметь это же другое во первых это было выражено сейчас подождите ему звук включен учет хочешь сказать об этих танках говорите говорите совершенно другой эти танки пара неправильно не на восток не павли были на границу во вторых эти танки были это было не доброводческие отряды это были регулярные армии что славянск это славянск это какая часть украины и вы ошибаетесь она была славянс какая часть украина отправлен она была отправлена на границу то что их там нашли то что им там показывали вам видео где эти танки как они понятны тела ехали через славянск но в март месяце они ехали через славянск на восток на границу для того чтобы укрепить границы от россии чтобы не повторилась ситуация с крымом славянска встречали до видео анкете да видим я же вам говорю они ехали не в славянск они ехали на границу я помню эту вашу я помню это ваша пропаганда по поводу того что типа там было все и так далее я помню я знаю о чем бы проблема то что вы всегда упускайте тот момент что если вы перепроверить информацию куда они ехали то они ехали на границы местные люди снимают видео и опять же наша пропаганда снимают не жители славянска снимают эти танки от машины вы же видите что я не открытого рио новости с москвой же видите что я это видео еще раз вы же видите что я не отрицаю что танки там были я не отрицаю что там люди их останавливали я же не отрицаю все это но момент в том что они ехали не на конкретно на тонбас они ехали на границу в мариуполе куда танки ехали не ехали а когда и мариуполе танки марте месяца тоже на границ вы вкусе что протяженность границы донецкой луганской области с россией довольно таки большая не курсе сколько сколько километров считайте линейка и как бы если найдет еще даже с севера и донь и до юга то соответственно нужно укрепить все полу границ мы тут очень маленький момент вашей пропаганды всегда упускает и обыгрывает как вам удобно но не допускается ли факт для чего не пропаганда если какие-то понимаете телевизоре комментирует какие-то ролики этот ролик чистая запись и там дата указано все этого ролика прославим говорю я же говорила и в чем там пропаганда в чем в этом ролике увидите пропаганде рассказывать чем пропаганда в том что танки ехали в мариуполь и славянск но моментом что они ехали не мариуполь и славянск а через мариуполь и через славянск а пропаганда в ролике была пропаганда в позиции того для куда они ехали вы понимаете меня вот все то есть пропаганда с моей стороны получаться у меня пропаганда российской федерации так для этого нужно нужен комментарий каких-то там не знаю ваших любимых этих кого вы смотрите меня как ее звать как ее звать как ее звать вашу любимую богиня тебя смог богиню вашу олечку вот если вы конечно их смотрите там может быть и найдете какую-то для себя пропаганду но в ю тубе где конкретно ролик 10 ролик где бомбят пляж зугрес там это не пропаганда я сейчас не помню точно это по это было позже там самолет там уже за свою военную а почему я когда открывает четко без я за этот день как-то ничего не нахожу не я не отрицаю что пляж бомбил туда и так далее но во первых где подтверждение что это высоу бьет если допустим есть оба из я но там было почему в россии не зафиксировал чтобы полет этого самолета который оказался не самолетом а каким-то минометами был со стороны под контроль на украине очень много уже и минометы уже и минометы там присутствовали первый раз слышу класса но просто а я понял вас просто застарелая методичка можно обновить попросите своего аккурата на наш ваши методички не все доходят поэтому здесь не нужны что ваши больше опытные блогеры они уже переиграли они уже играть не про самолет они уже играть на минометы вы немножко судить ладно здесь мы тоже не переживать ясно ясно еще есть вопрос меня не знаю слушать что еще что еще кто обстрелял маршрутку позавчера в донецке из понять не знаю никто кто украина что погибло 23 ребенка человека из которых опять ничья чья ракета попала в ум и не в дом ваша уже постановила следство 300 осколок почему вот эта труба от из 300 лежит он такой сказал что от чего от х 101 да вы не видели ролики где попадают там х 101 в дом или калибр в дом видели что там остается сарькова прилетал а тут а где что с 300 ну труба от чего в нем не вот показалось что это труба от из 300 лежит нет единственно если вы только могли притащить эту трубу потому что его ее тоже вот этот в телеграм-канал хэт ролик появился на следующий день кстати не сразу почему скажите пожалуйста во первых каким образом с 300 может нанести такие разрушения а во вторых вот той фотографии которые вы видели что типа мы принесли была присутствующая ржавчина ярко выражена ржавчину и не заметил на кусок как вы лежал но как вы знаете что если с украинских каналов снаряд разорвался как разорвался и вот это принесли значит он развался давным-давно там не неделя за пример так далее то данный материал он подвластен коррозии через некоторое время там образуется раз после дождей да 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 и вообще каких-то пример узнать как определить танк новый либо старый пример им этом 20 лет 30 лет когда в него попадает снаряд старом тех старые техника сразу начинает обзываться ржавчинка из коррозии сразу сразу после в новой технике в новой технике коррозия приняться не сразу же ну вы поняли старой техники то есть сразу после попадания коррозии появляются я правильно вас понимаете с либо после воздействия каких-то климатических на нее и тоже старая техника тоже очень быстро живет а почему не в этот же день много фотографий много видео с квадрокоптера как вот этот ну дом горел да почему ракет появилась не в этот день а через день все вы не знаете это по то же самое причине почему час перестали адреса говорить адреса давно запретили до говорить у кроме то что адреса вместо этого положения я согласен с этим почему не надо говорить зачем работать наводчиками добра кулер дал маленький автокулер давно чистили давно давно в ходе слышно да я даже не знаю не шумно подавляетесь из работы постоянно компьютер я не знаю мимо шумоподавление выключено микрофон ну может тоже сектор тем не менее я зал к железу если вопросов вопрос есть еще нет у вас есть какой-то вопрос еще у меня все все я вроде все обсудил что вообще о чем говорить до разном примеру о рыбалке ну что я вот люблю историю обсуждать полить мне рыбалка нравится встретил мужичка с днепро сидит на речке одного карася за полдня поймал ангарит рыба не клюет как считаете вот сегодня вопрос такой задавал интересно на политической арене россия за последний год укрепилась конечно 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 вашем понимании укрепление заявление первых лиц о состоянии экономики нет укрепиться на политической арене вопрос не услышали на политической арене но я считаю что бриксы проводятся у нас сейчас присоединяются разные страны то есть на политической арене россии укрепляется в основном с африканским или восточными линиями просто моем понимании конечно конечно укрепил это когда крупные контракты соотношений их становится больше конечно но а самый большой так покупатель в российской федерации и поставщик это в основном зап запад запад и там восток запад сейчас процент то есть отношения свои на обрубают остается восток раз до который а являет по по сути превращается монополиста нет это продолжение в россии и африканские страны которые продавать ангаре на те страны которые у вас мы все видели на рисунке мероприятие страны когда тебя встречают и дарят тебе льва ну как бы такая себе вы наверное смотрите фридом да никогда нет голосом телевизора никогда нет телебачки не вашего голосом телевизора сейчас говори да если честно не открывал монополия китайцы озеро байкал выпили лес вывезли весь что-то в этом плане что-то наподобие вы испытать это весь наш аргумент вы наверно смотрите фридом да мне не не это вы смотрите поэтому голосом телевизора весь ваш аргумент что наверно смотрите когда когда вы заговорили про монополию да я сразу пою что вы смотрите в телевизор монополисты мнение не просто услышал и то же самое в телевизоре ваша что лучше когда у тебя берет 10 разных государств и любо одно то без разницы мне я чувствую я живу хорошо и чувствую что у нас примера все хорошо политическая снимал помещение несколько кабинетов бизнес-центр там было что-то около 100 квадратов и когда я встречался с бухгалтером которая заведует всем не говорил по поводу расширения она вот так вот начала врачать и такой отчет такой ну типа хорошо что типа под одним один договор одни покупки вы понимаете вот конечно здорово что вы расширяетесь но вот а если вы решите закрыться это махом сразу и минус большое количество квадратов а когда у нескольких то она попроще называется монополия то есть у нас всегда нехороша поэтому то же самое примеру в америке монополия запрещена поэтому как то же самое компании microsoft приходится там играть с одним всем чтобы не проводиться монополистов по их законодательстве то же самое с тем же самом китае если он берет 10 государства какое-то сырье то вы можете заново не к диктовать цены а когда берет одно государство вы другим вы думаете подала только килограмм например нефть покупать или соответственно поскольку вам по сути больше с тем большом объеме никого больше продать по китай сам диктует вам цену по которым будет покупать вову опять голос телевизора это весь ваш аргумент может как-то это перебрать друговую вы придумали но вернее не вы придумали его это вам навязали там ну вы поняли кто с телевизора вот китай диктует россию условия китай заберет пол россии короче это все слышал я знаю кроме кит кроме китая россия продает нефть в индии еще в иран на иран югера в разные страны в ирану за что что это она зачем не продают зачем ирану я не знаю зачем продают так вы можете ответить на вопрос как-то провернуть пошел в китае то неплохо что один китай китают хорошо отчетную технологию по наш президент вместе с президентом почему он пинай почему не дали раз еще раз почему китай один китай лучше чем 20 стран запада это кто вам такое сказал почему китай лучше чем 20 стран это ваше мнение я вопрос задал нет вы нет вы сами на него и отвечаете нет почему китай лучше почему китай лучше чем 20 стран запада вы сами сказали что китай это хорошо хорошо а почему китай лучше кто вам сказал что китай лучше старые не лучше чем 20 стран запада китай партнер торгового также какие другие страны и африка давайте определимся что лучше его один китай вот китай китай и индия это полмира вы знаете конечно а по объему закупок то же самое то же самое понял это весь аргумент то вопросы для вас весь мир это что западные загнивающие страны америка загнивающие страны там вопросы есть ко мне вопросов к вам нету мужа какие-то образы статипой нет переключайтесь вы и закончил